Здравствуйте! В эфире наши новости в студии Ангелина Губайдулина. Сегодня в выпуске. Более ста студентов пополнили в этом году учебные ряды Игримского политехнического колледжа. Ими гордится Россия. Под таким названием в Березовском краеведческом музее открылась новая экспозиция. В Березово продолжается муниципальный этап района и спартакиады трудовых коллективов. Об этом и другом подробнее и прямо сейчас. Прием по личным вопросам как одно из направлений работы депутатов Думы Березовского района. Так, накануне в общественной приемной местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» состоялась встреча депутата районного представительного органа с избирателями городского поселения Березово. С какими проблемами обращаются жители поселка к народным избранникам, узнала и наша съемочная группа. Подробности в материале Вячеслава Селезнева. Для Зульфии Каневой как депутата районной думы это был далеко не первый прием по личным вопросам. Возможность изложить суть проблемы того или иного жителя поселения представилась как по предварительной записи на прием, так и непосредственно придя на встречу без договоренности. В отличие от предыдущих консультаций нынешняя была специализирована. В преддверии Дня Матери речь шла об охране материнства и детства. Для справки в районе проживает около 3000 семей, 600 из которых многодетная. Поздравляю всех мам с одним из самых теплых и душевных праздников – Днем Матери. Желаю здоровья, счастья, взаимопонимания и ответного тепла от своих детей. Поздравление с приближающимся праздником через решение проблем некоторых родителей прекрасного пола. Светлана Шахова, одна из них, мать четверых детей, столкнулась с вопросом притворения в жизнь давней мечты о собственном земельном участке. Я многодетная мама, у меня четверо детей. По федеральному закону нам положен земельный участок, но в этом праве нам отказывают. Так как я прописана в одном жилом помещении, а мой супруг в другом. И я считаю, что это неправильно и хотела бы узнать, как можно решить эту проблему. Мы работаем вместе с коллегами из социальных служб. Те вопросы, которые сегодня сразу не смогли закрыть, все социальные службы берут на заметку и на мой контроль. Вместе с коллегами, а это руководство комитета образования, социальных служб, представители общественности, также обсуждали притворение в жизнь вопросов выделения места в детском садике, участие родителей в жизни школы, социальной поддержке многодетных семей. Вячеслав Селезнев, Семен Игнатович, АТВ Березово. В конце октября в администрации сельского поселения «Светлый» состоялось первое заседание Совета молодежи. Основная цель его создания – обеспечение активного участия молодежи в формировании и реализации молодежной политики на своей территории. В том числе представление интересов молодежи поселения в органах местного самоуправления, и предприятиях, и организациях, а также привлечение и обеспечение активного ее участия в общественной и политической жизни не только поселка, но и района в целом. Согласно повестке, на заседании обсудили положение о Молодежном совете, в который были внесены поправки, обсудили план мероприятий. Помимо этого утвердили состав Совета, председателем которого стала Светлана Поздеева. Заместителем председателя – Илья Гранкин. Ответственным секретарем выбрали Любовь Ростовщикову. В общий состав вошли представители рабочей молодежи всех предприятий организации поселка. Стоит отметить, в заседании приняли участие председатель Совета ветеранов Людмила Суханова и депутат сельского поселения Елена Сидорова, которые высказали готовность сотрудничать с активистами Светлого. В первом заседании мы выбрали состав наш молодежный, председателя, заместителя и ответственного секретаря. Вообще в состав молодежи вошло более 12 человек. По положению у нас разработано более 12 человек. И также поддержку нам оказали депутаты нашего поселения, где было заранее обговорено о том, что у нас планируется такой совет, и глава администрации Оксана Владимировна Иванова при ее огромной поддержке. 130 новоиспеченных студентов пополнили в этом году учебные ряды Игримского политехнического колледжа. Здесь прошел традиционный дебют первокурсников. На торжественном посвящении в студенты побывала и наша съемочная группа. Экзамены, зачеты, стресс и недосып порой сдают студенческие нервы. Ну а сегодня студенческий дебют. Желаем вам быть лучшими во всем и первыми. Уже никто и не помнит, как зародилась эта традиция. Но существует она с самого начала, со времен, когда колледж был еще профессиональным лицеем номер 43. И каждый год закрепление статуса студента здесь проходит особо. Прошло уже чуть больше двух месяцев учебы. За это время каждый первокурсник смог убедиться в правильности или неправильности своего выбора. Ну это, если честно, спонтанно было. А профессия, ну мне понравилась профессия. У меня много знакомых работает просто в Кипе. Поэтому я знаю, но по этой профессии немного. Ну и, как сказать, такой склад ума, наверное, физический, математический. Поэтому выбрал такую профессию техническую. Очень не пожалел. Дважды не пожалел. Ну все сделал правильно. Мне нравится учеба здесь. Когда человек появляется на свет, его родителям вручают свидетельство о рождении. Когда взрослеет, вручают паспорт. А вот когда человек становится студентом, он получает студенческий билет и зачетную книжку. Поэтому в колледже считают, что этот момент должен отмечаться не менее торжественно. Мы уже с вами в течение месяца-двух знакомимся как с учащимися. Смотрим, как вы относитесь к урокам. Смотрим, как вы работаете на уроках. Как живете в общежитии. Ну, складывается постепенно такое впечатление и образ каждого из вас. Но на дебюте вы показываете, что вы можете быть еще и другими. Вы можете быть веселыми, интересными, зажигательными. И вот настало время заявить о себе. Надо сказать, ребята пришли в колледж буквально два месяца назад. Многие впервые уехали из родительского дома, начали свою, ну, почти самостоятельную жизнь. Когда ты отвечаешь сам за себя и только от тебя зависит, насколько успешно будет складываться твоя карьера. А пока ребята представляли свои ученические группы и соревновались на звание с самой креативной, самой искрометной и самой яркой группой первокурсников. Первыми на главной сцене колледжа дебютировали повара-кондитеры. Они продемонстрировали, что коллективный труд вполне уместен и за плитой. Мы покушать раздаем, повара мы, между прочим. На раздачу мы идем и ходим, а очень-очень. Творческую эстафету подхватили будущие рестораторы. С помощью песни они рассказали о своей группе и планах на будущее. Своё видение будущей профессии весьма оригинальным способом продемонстрировали мастера сварочных работ. Как всегда, убедительно выступили будущие слесари контрольно-измерительных приборов и автоматики. «Колледж! Гастром! Мы его любим, а лотос еще нет! Гастром! Это шуба из морда! Гастром! Это розовый пент! Гастром! Это отец милая! Гастром! Пока в России есть мы, в Вегриме есть и пока! Пока в Вегриме есть колледж, то здесь есть мы! Но, пожалуй, больше всех удивила мальчишеская группа мастеров по ремонту и обслуживанию автомобилей. ПЕСНЯ 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 Оксана Дятлова, Дмитрий Нитин, авторское телевидение «Березово» и «Гримм». В продолжении темы колледжа. 20 ноября студенты Игримского политехнического колледжа отправятся в город Сургут, чтобы принять участие в региональном чемпионате «Молодые профессионалы», который в свою очередь является отборочным этапом международного движения WorldSkills Russia. Состязание пройдет на базе многофункционального центра прикладных квалификаций Сургутского политехнического колледжа. С будущими чемпионами встретился наш корреспондент Оксана Дятлова. WorldSkills – это настоящее олимпийское движение профессионального мастерства молодых специалистов по всему миру. Его девиз – делай мир лучше силой своего мастерства. И как только Россия вступила в это движение, а произошло это совсем недавно, в 2012 году, Игримский политехнический колледж стал одним из первых его участников. В этом году третий региональный чемпионат «Молодые профессионалы» состоится в Сургуте в рамках пятого Всероссийского форума рабочей молодежи. Игримского колледжа заявлена целая команда по нескольким компетенциям, в том числе кузовные работы, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, поварское дело и дошкольное образование. Мы едем большой командой, около 20 человек, то есть это мастера, преподаватели и непосредственно студенты, которые участвуют в чемпионатных соревнованиях. Надеемся на призовые места. По компетенции ремонта автомобилей мы ежегодно входим в пятерку лучших образовательных учреждений округа. В этом году будем надеяться прямо на первое место. Участие в чемпионате примут более 170 представителей профессиональных образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа Югры. Соревнование будет проходить по 21 направлению. Среди которых поварское дело, парикмахерское искусство, дошкольное воспитание, кирпичная кладка, столярное дело, графический дизайн и даже выпечка осетинских пирогов. В Игримском колледже будущих участников и претендентов для этого ответственного испытания отбирают, как говорится, по принципу «лучших из лучших». Однако подготовка и боевой амбициозный настрой закладываются, как правило, с самого первого курса. Он ходит на дополнительные занятия и человек уже смотивирован, потому что понимает, что готовится к чемпионатам, соревнованиям. Человек, которого мы повезем в этом году, то есть это уже студент третьего курса по профессии, автомеханик Белошапкин Дмитрий, он у нас уже, так скажем, прокачанный боец, закаленный в боях, соревнованиях. Поэтому мы его повезем. Последний месяц мы проходим активный тренировочный процесс идет. Ежедневно занимаемся дополнительно. Поэтому искренне надеемся на призовое место. А ты вот хорошо себе представляешь, что это за конкурс, что там будет, что от тебя потребуется? Да. В конкурсе. Ну, пять этапов будет, получается, проходить тем. На каждый этап дается по три часа времени. Ну, я думаю, какое-нибудь призовое место надеюсь занять. Стараться, конечно, на первое место. Остается добавить, что мировой чемпионат профессионального мастерства раз в два года проводит одна из 78 стран-участниц движения. И в 2019 году он пройдет в России, в городе Казань. Так что у игримских студентов есть все шансы и возможности выйти на мировой уровень профессионализма. Оксана Дятлова, Дмитрий Нятин, авторское телевидение Березова, Игрим. Самородок из Березова, сибирские роки, русский-мексиканец. Так называют березовских спортсменов, прославивших наш район своими спортивными достижениями. Владимир Веденский, динамовский биатлонист, единственный чемпион спартакиады народов СССР, первый мастер спорта международного класса по биатлону в Тюменской области. Руслан Проводников и Евгений Градович, боксеры-профессионалы-чемпионы мира. О их судьбе, о жизненном пути и спортивной карьере рассказывает выставка под названием «Ими гордиться России», которая торжественно открылась в Березовском районном краеведческом музее. Более подробно об этом событии расскажет Юлия Диасамидзе. Впервые в районном краеведческом музее открылась выставка, посвященная спортсменам Березовского района, где встретилось прошлое и настоящее. В экспозиции представлены награды, кубки, медали, дипломы, фотографии. Тех, кто уже добился больших успехов и тех, кто только в начале нелегкого пути к вершинам спортивного Олимпа. Я надеюсь, что с открытием этой выставки мы напишем летопись нашего спорта. В свою очередь Владимир Фомин, глава Березовского района, поблагодарил сотрудников музея за проделанную работу и отметил, что жители района могут по праву гордиться спортивными достижениями земляков. Очень хочу отметить, особенно обратиться, ребята, к вам. У нас кубок России находится в Березовском районе, в селе Сарапавы. Кубок по национальным видам спорта. Вы представляете, что Березовский район, он просто лучший. Лучший в нашей стране, в России. И это прямой выход на международный уровень. Это гордость вдвойне. В торжественной обстановке Владимир Фомин вручил почетную грамоту тренеру-преподавателю спортивно-тренировочного центра «Виктория» Евгению Вакуеву. Можно с уверенностью сказать, что в этот вечер он, как никто, испытывал чувство гордости за своих воспитанников. Ведь именно с ним начинал свой путь боксера Руслан Проводников. Я не ожидал, что мы так вот получатся в жизни, что мы окажемся в музее. И мой воспитатель войдет в историю нашего района, который продолжает творить добро и за свой народ, как бы, говорить слово там, наверху. Очень приятно. Спасибо большое. Более того, стоит отметить, на данный момент большие надежды в боксе подает сын тренера Евгений. За высокие достижения глава района ему вручил благодарность. Сегодня для юных спортсменов созданы условия, отвечающие всем современным требованиям. А о том, как все начиналось, как зарождался бокс Березова, присутствующим рассказал Михаил Андреянов. Можно сказать, радоначальник этого вида спорта. Много лет назад ему поступило предложение открыть секцию бокса в поселке, на которой он дал согласие, не раздумывая. Мне предложение понравилось, и, значит, я согласился. Каждую субботу, воскресенье мы бегали к конкроссу, а в течение недели, два раза в неделю, в парке Пушкина, значит, там была танцплощадка, значит, мы там тренировались. Когда была плохая погода, мы приходили в райпотребсоюз, красный уголок, почему я говорю, бокс, значит, с красного уголка. Убирали все стулья, делали квадрат такой, и в нем, значит, начинали работать. На открытии выставки присутствовали не только почетные гости, но и юные спортсмены. Ирина Будкова лыжными гонками занимается более шести лет. У нее особый интерес вызвала история спортивной карьеры Владимира Веденского, динамовского биатлониста и единственного чемпиона спартакиады народов СССР, первого мастера спорта международного класса по биатлону в Тюменской области. Нужно гордиться нашими спортсменами, которые так много добились успехов, и брать пример с них, стремиться к лучшему. Я теперь хочу стать чемпионом мира. Самородок из Березова, сибирские роки, русский мексиканец. Так называют известных спортсменов, прославивших Березовский район своими достижениями. Их судьба, их жизненный путь, их спортивная карьера, их успехи и достижения – пример подражания для подрастающего поколения Березового края. Березовский район настолько вот… потому что такие спортсмены здесь рождаются, то что вот… Вдохновляет? Ну да, конечно. Как? Березово – это город только для спортсменов. Только настоящих? Да, только настоящих спортсменов. Кто здесь рожается, начинает заниматься спортом, всегда будет чемпионом. Появилось желание стать… Уравняться на них. Уравняться на них. Это… Стать чемпионом мира. Мира. Тебе нам мира хочется стать. Юлия Диасамидзе, Сергей Брянцев, авторское телевидение Березова. Сразу же после наших новостей смотрите программу «Спорт Тайм». Юлия Диасамидзе. Имя гордится Россия. Об известных березовских спортсменах. Продолжаем наш информационный выпуск. В игре мне стартовал новый творческий проект. Теперь здесь проводится своя «Минута славы». Организатором выступил Игримский культурно-досуговый центр. Подробности – материали Оксаны Дятловой. Всем известно, что игримчане не только умеют хорошо работать, но и любят отдыхать со вкусом. В местном Доме культуры проводится масса всевозможных мероприятий. Многие стали традиционными. И вот, чтобы как-то разнообразить поселковый досуг, организаторы решили провести свою «Минуту славы». Благо, Игрим всегда отличался незаурядным творчеством и талантами. Привлечь как можно больше людей. Потому что я уверена, что у нас в поселке проживают очень творческие люди. И кто-то может стесняться. Или кто-то, может, не по теме какой-то там определенный концерт, что он не может прийти со своей определенной программой. Поэтому мы решили организовать такой фестиваль «Минута славы», чтобы каждый мог принять участие в нем. На первый фестиваль «Минута славы» галерея талантов заявилось около 30 участников. Самый юный талант, шестилетняя Ангелина Алиева, больше всего на свете любит петь, вот и порадовала зрителей своим песенным творчеством. Девочки постарше для такого случая приготовили зажигательный танец. Нам сообщили о «Минуте славы», и мы как-то решили собраться и станцевать. Мы как-то зажигательные девочки и не боимся трудностей. Нам нравится этим заниматься. «Минута славы» у каждого своя. Кто-то выносит на суд зрителей песню собственного сочинения, кто-то показывает свои артистические способности и таланты, кто-то восхищает зрительный зал целыми отрывками классических произведений, зачитанных наизусть. Любовь белая прочитала свое стихотворение, пронизанное от начала и до конца личной болью и переживаниями. Под крышей дома вдруг замолкли птицы. Мой дед не возвратился в той войне. Потом была война, как смертный бой. Четыре года порох, кровь и пламя. На той войне отец остался мой. Он так и не вернулся к моей маме. Афганистан пылал дыму и гаре. Разрывы пуль и минометный вой. Мой сын сражался там, под Кандагаром. В тюльпане черном привезли его домой. Кавказ когда-то мирный взор ласкал. Но только время не вернуть уж спять. В ущелье под Аргуном среди скал Остался навсегда мой внук лежать. Сейчас Украина и Сирия в руинах. И смерть сплетает в траурную нить. И снова плачь. И залп разрывов минных. И кто-то близких должен хоронить. Действительно у нас бесконечные эти войны. Финская война, потом Отечественная война, Афганистан, Чечня. И сейчас на Украине и в Сирии тоже гибнут наши русские парни. Основная мысль там и прозвучала в конце. Русь березовая, когда же будешь жить ты без войны? Когда мы будем жить мирно? Когда не будут гибнуть наши сыновья? Свою минуту славы получили и игримские спортсмены. Особенно порадовали зрители юные футболисты. Они показали настоящий мастер-класс по футбольному фристайлу. Это когда выполняются самые разнообразные трюки с мячом при помощи различных частей тела, кроме рук. Появилось это современное направление всего лет 10 назад и смотрится, надо сказать, весьма увлекательно. А Сергей Лопухов решил удивить односельчан своей физической силой и доказать, что человеческие возможности могут быть за гранью всех разумных пределов. Конечно, Сергей профессиональный спортсмен, мастер спорта по силовому трейборью. В этом году признан самым сильным человеком общества «Газпром Трансгаз Югорск». Но и в этом выступлении он сумел поразить зрителей. Пожалуй, вряд ли кто-то из зала смог бы поднять гантель в 72,5 килограмма. А силовой номер «Бревно викинга» заставил зрителей замереть от волнения и восторга. Вес снаряда 500 килограмм. Самое трудное – это тренировки. Это очень много уходит времени на подготовку к этим номерам. Потому что, например, это же все номера, они все силового экстрима. Это не из спорта. То есть, если в спорте, то можешь штангу столько поднять. А здесь же, видите, штангу вдвоем надо. То есть синхронно поднять, чтобы она не выпала, не упала. Репетировать надо. А то, может, партнер дерут, может, сам дерут, может, не так пойдет. И веса. Естественно, веса большие. Если ты один, там, 300, например, понимаешь, здесь только от 500 все начинается. Добрый вечер, игримчане, гости. Я очень горжусь нашим игримом, потому что, видите, сколько у нас талантов. У нас их еще очень много. Я благодарю всех, от себя лично и от организаторов этого фестиваля. Всех тех, кто откликнулся на данное мероприятие. Оно у нас первое в этом году. Ну, судите сами, как получилось. Мы все старались. В завершении фестиваля каждый получил на память об этом культурном событии диплом участника и жаркие аплодисменты зрителей. А лучшие номера были отобраны на праздничный концерт, посвященный Дню Народного Единства. Оксана Дятлова, Дмитрий Нетин, авторское телевидение Березова, Игрим. К будням правоохранительных органов. В Березовском детском саду «Караплик» прошло мероприятие под названием «Я примерный пешеход». Выставка награждения победителей, прохождение квеста, посвящение в юные инспекторы дорожного движения – все это входило в план развлекательного вечера. Подробности в нашем следующем сюжете. В начале к детям старшей группы пришел сказочный герой нечихай, который, к сожалению, показал плохой пример поведения на проезжей части дороги. Ребята помогали ему разобраться в правилах дорожного движения, с энтузиазмом отгадывали загадки, дорожные знаки, играли в игру «Разрешается-запрещается» и, конечно же, приступили к важному заданию – это поиск у жезла, который у них украла злая колдунья авария и заколдовала фею законочку. Далее ребят ожидал торжественный момент – это посвящение вивидовцев. Сегодня у нас прошло посвящение детей в ЮИД – это юный инспектор дорожного движения. Также прошло открытие смотра конкурса «Я – примерный пешеход». Все это проводим мы с целью расширения знаний детей о правилах поведения на дороге. Также мы проводим еще много различных тематических мероприятий, беседы с детьми, различные викторины, участвуем в акциях и планируем в дальнейшем работать по пропаганде безопасности дорожного движения. Также приглашаем сотрудников госавтоинспекции на родительские собрания, где родители узнают об ответственности за нарушение правил дорожного движения. Ведь ребенок все полученные знания реализует в играх, и после он все это использует в повседневной жизни. После прохождения квеста ребята-педагогов детского сада ожидало награждения грамотами за лучшие работы, которые они готовили к смотру конкурсу. А юным инспекторам дорожного движения вручили нагрудные значки. По окончанию мероприятия детей ждал приятный сюрприз – танец подготовительной группы, воздушные шары цветов светофора и, конечно же, сладкие подарки. Хочется отметить, что педагоги детского садика «Кораблик» очень ответственно подошли к подготовке данного мероприятия. Госавтоинспекция Березовского района уже на протяжении нескольких лет оказывает активное сотрудничество с детскими садами, с школами, в данном случае с детским садиком «Кораблик». Мы обучаем детей правилам дорожного движения, объясняем, что разрешено, что запрещено детям. Далее, также сегодня были посвящены в отряд юных инспекторов дорожного движения 11 детей. Главной задачей этого мероприятия является то, что необходимо доступно разъяснить детям правила дорожного движения, донести до них, что несоблюдение правил дорожного движения опасно для жизни и здоровья детей. На сегодняшний день 11 дошколят посвящены в юные инспекторы дорожного движения. Со слов педагогов в учреждении сотрудников госавтоинспекции, количество юдовцев будет увеличиваться, ведь это помогает детям более ответственно относиться к своей собственной безопасности. Ангелина Губайдульна, Семен Игнатович, авторское телевидение «Березово». В течение двух дней во всех муниципалитетах Югры с сотрудниками госавтоинспекции проводилось мероприятие «Сохрани жизнь, пристегни ребенка». По массовой проверке водителей на предмет выявления перевозки детей без детских удерживающих устройств. Березовский район не стал исключением. Целью являлась профилактика нарушений требований к перевозке детей, установленных правилами дорожного движения, а также сокращение числа погибших и раненых детей-пассажиров. В проведении мероприятия было задействовано более 200 сотрудников госавтоинспекции, около 120 представителей молодежных объединений, 56 родительских патрулей, 24 представителя СМИ, включая АТВ «Березово». За два дня проверено более полутора тысяч транспортных средств, выявлено 363 административных правонарушения в области правил перевозки детей. В частности, для городского поселения «Березово» характерно наличие удерживающих устройств, но не использование их по назначению. Ребенок не пристегнут. В результате принятых мер во время проведения мероприятия ДТП с детьми-пассажирами допущено не было. Водителям пожелать, чтобы заботились о своих детях, использовали детские удерживающие устройства, как положено. Госавтоинспекция Югры настоятельно рекомендует для создания условий безопасной перевозки детей тщательно подбирать автокресла по весу и росту ребенка, приобретать только сертифицированный товар, соблюдать алгоритм установки автокресла в автомобиле, устанавливать его на центральном посадочном месте заднего ряда сидений и легковых автомобилях. Эксперты признали его самым безопасным. И к новостям спорта. Муниципальный этап районной спартакиады в Березово набирает обороты. Определились победители в еще трех видах состязаний. За ходом спортивных баталий наблюдала и наша съемочная группа. Очередным спартакиадным испытанием для команд стал баскетбольный турнир. Зрелищный, динамичный и, конечно же, интересный вид спорта, что в принципе доказали своей игрой участники соревнований. В неконкуренции здесь оказались представители медицинских учреждений из коллектива «Айболит». Второе место у команды «Союз» и замкнули тройку баскетболисты «Меркурия». Отличился «Айболит» и на водных дорожках. Участники из этой команды оказались самыми быстрыми и на 50-ти и 20-ти метровых дистанциях. Пловцы из «Союза» также в общем зачете показали второй результат. Но, естественно, «Меркурий» замкнул тройку призеров. До Нового года проводим муниципальный этап. После Нового года победители по видам спорта команд будут встречаться уже между собой. Это у нас, я как говорил, уже такая первая районная спартакиада. Ну, все проходит с большим интересом, в острой борьбе. Команды объединились, стали сильнее. Разрыв по времени становится меньше между первой, второй и третьей командой. А вот в бильярдном турнире коллектив «Союз» поменялся местами с командой «Айболит». «Меркурия» же опять третий. Следующим спартакиадным состязанием будет волейбольный турнир среди мужчин, который пройдет с 20 по 22 ноября. Кроме того, стоит отметить, что в ближайшее время начнет свою работу и хоккейный корт. В этом году у нас каток «Хоккейный корт» будет уже на территории спортивно-тренировочного центра «Виктория». В настоящий момент смонтирована хоккейная коровка сама. Завершается монтаж раздевалок хоккейных. То есть могу успокоить жителей, что в этом году будет хоккей, так и прокат коньков, будет музыка, свет хороший. Что же касается неофициального командного зачета, то пока лидирует команда «Айболит». Сергей Чупыра, Семен Игнатович, авторское телевидение «Березово». В заключении выпуска следующая информация. Уважаемые жители Березовского района, 23 ноября в 10.00 губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Югры Наталья Владимировна Комарова выступит с обращением к жителям округа, представителям общественности и депутатам Думы Югры. Трансляция обращения будет организована в сети интернет на сайтах ОТРК Югра, новостного портала Югра Ньюз, РИЦ Югра и социальных сетях. Это вся информация на сегодня. Если вы что-то пропустили, в любое время все наши программы теперь можно посмотреть и в социальных сетях. Группа АТВ «Березова» всегда ВКонтакте. В студии для вас работала Ангелина Губайдулина. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok